Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. За 15 лет с начала нового тысячелетия люди и не заметили, что попали в виной мир. Мы живем в другой солнечной системе, умеем ремонтировать гены и управлять протезами силой мысли. Ничего этого в 20-м столетии не было. Генетика. Геном человека полностью секвенирован. Проект «Человеческий геном» начался в 1990 году. В 2000-м был выпущен рабочий черновик структуры генома. Полный геном – в 2003 году. Однако и сегодня дополнительный анализ некоторых участков еще не закончен. В основном он был выполнен в университетах и исследовательских центрах США, Канады и Великобритании. Секвенирование генома имеет решающее значение для разработки лекарств и понимания того, как устроено человеческое тело. Генная инженерия вышла на новый уровень. В последние годы был разработан революционный метод манипуляции ДНК при помощи так называемого КРИСП-механизма. Эта методика позволяет избирательно редактировать определенные гены, что раньше было невозможно. Математика. Доказана теорема Пуанкаре. В 2002 году российский математик Григорий Парельман доказал теорему Пуанкаре – одну из семи задач тысячелетия, важные математические проблемы, решения которых не найдено в течение десятков лет. Парельман показал, что исходная трехмерная поверхность обязательно будет эволюционировать в трехмерную сферу. За эту работу он получил престижную медаль Филдса – аналог Нобелевской премии в математике. Астрономия. Открыта карликовая планета Ирида. Впервые Ириду сфотографировали еще 21 октября 2003 года, но заметили на снимках только в начале 2005-го. Ее открытие стало последней каплей в спорах о судьбе Плутона. Продолжать ли его считать планетой или нет, что изменило привычный образ Солнечной системы. Обнаружена вода на Марсе. В 2005 году аппарат Mars Express Европейского космического агентства обнаружил большие залежи водяного льда недалеко от поверхности. Это очень важно для последующей колонизации Красной планеты. Физика. Глобальное потепление быстрее, чем ожидалось. В 2015 году ученые из Всемирного центра мониторинга ледников при Цюрихском университете под руководством доктора Михаила Цемпа, работая совместно с коллегами из 30 стран, установили, что темп таяния ледников на Земле к настоящему времени по сравнению с усредненными показателями за 20 век вырос в 2-3 раза. Обнаружена квантовая телепортация. Такая телепортация отличается от телепортации, о которой любят говорить фантасты. При ней материя или энергия не передаются на расстояние. Эксперименты по передаче квантовых состояний на большие расстояния были удачно проведены за последние 15 лет не менее чем десяткам научных групп. Квантовая телепортация очень важна для создания сфер защищенных шифров и квантовых компьютеров. Экспериментально подтверждено существование графена. Его двумерная, толщиной в один атом, кристаллическая решетка проявляет необычные электрофизические свойства. Впервые графен был получен Андреем Геймом и Константином Новоселовым в 2004 году. Нобелевская премия за 2010-й. Его планируется использовать в электронике, сверхтонких и сверхбыстрых транзисторах, композитах, электродах и так далее. Кроме того, графен – второй по прочности материал на свете. На первом месте – карбин. Доказано существование кварглюонной плазмы. В 2012 году эксперименты физиков, работающих с ускорителем Realistic Heavy Ion Collider в Брукхейвенской национальной лаборатории США, попали в Книгу рекордов Гиннеса с формулировкой «За самую высокую температуру, полученную в лабораторных условиях». Сталкивая ионы золота на ускорителе, ученые добились возникновения кварглюонной плазмы с температурой 4 триллиона градусов, в 250 тысяч раз горячее, чем в центре Солнца. Спустя примерно микросекунду после Большого взрыва Вселенная была наполнена как раз такой плазмой. Найден бозон Хиггса Существование этой элементарной частицы, отвечающей за массу всех прочих частиц, теоретически было предсказано Питером Хиггсом еще в 1960-х годах. А найдена она была во время экспериментов на Большом андронном коллайдере в 2012-м, за что Хиггс совместно с Франсуа Энглером получил Нобелевскую премию 2013-го года. Биология Людей поделили на три энтеротипа. В 2011-м году ученые из Германии, Франции и нескольких других исследовательских центров доказали, что по генетике, населяющих нас бактерий, люди делятся на три категории, или энтеротипа. Энтеротип человека проявляется в разной реакции на еду, лекарства и диеты. И поэтому стало ясно, что никаких универсальных рецептов в этих областях существовать не может. Создана первая синтетическая бактериальная клетка. В 2010-м году ученые из Института Крейга Вентера создали первую полностью синтетическую хромосому с геномом. Когда ее встроили в бактериальную клетку, лишенную генетического материала, она начала функционировать и делиться по предписанным новым геномам-законам. В перспективе синтетический геном позволит создавать вакцины против новых вирусных штаммов за часы, а не за недели, производить эффективное биотопливо, новые пищевые продукты и так далее. Удачно записаны и перезаписаны воспоминания. Начиная с 2010-го года, несколько исследовательских групп США, Франция, Германия научились записывать в мозг мышей ложные воспоминания, стирать реальные, а также превращать приятные воспоминания в неприятные. До человеческого мозга дело пока не дошло, но осталось недолго. Получены этичные, не из эмбрионов, плюрипатентные стволовые клетки. В 2012-м году Синья Ямонако совместно с Джоном Гердоном стали лауреатами Нобелевской премии за открытие 2006-го года получения плюрипатентных стволовых клеток мыши путем эпигенетического перепрограммирования. За последующие десятилетия не менее десятка научных групп добились впечатляющих успехов в данной области, в том числе с человеческими клетками. Это предвещает скорые прорывы в терапии рака, регенеративной медицине, а также в клонировании человека или его органов. Палеонтология Впервые обнаружены мягкие ткани динозавра. Молекулярный палеонтолог Университета Северной Каролины Мэри Швейцер В 2005 году в окаменевшей конечности подростка тираннозавра из Монтаны возрастом 65 миллионов лет обнаружила мягкие ткани. Ранее считалось, что любые белки разложатся максимум за несколько тысяч лет, поэтому никто их в окаменелостях и не искал. После этого мягкие ткани, коллаген, были обнаружены и в других древнейших образцах. У людей обнаружены гены неандертальцев и денисовского человека. Из работ двух научных групп стало ясно, что от 1 до 3% генома среднестатистического европейца или азиата восходит к неандертальцам. Но у каждого современного индивидуума присутствуют не схожие неандертальские аллели, различные формы одного и того же гена. Поэтому общая сумма неандертальских генов куда выше, до 30%. Наследники неандертальцев, скрещивание происходило около 45 тысяч лет назад, в основном европейцы. У азиатов в геноме присутствуют следы скрещивания с еще одним гоминидом – денисовским человеком. Самые чистые – гомо сапиенс, уроженцы африканского континента. По дыханию распознана ранняя стадия рака легких. Год назад группа израильских, американских и британских ученых разработала устройство, которое способно точно идентифицировать рак легких и определить, в какой стадии он находится. Основой устройства стал анализатор дыхания со встроенным наночипом NANOIS, способный вынюхать раковую опухоль с 90% точностью, даже когда раковый узелок практически незаметен. В скором времени стоит ожидать анализаторов, которые смогут по запаху определять и другие виды рака. Разработано первое полностью автономное искусственное сердце. Специалисты американской компании Абиомед разработали первое в мире полностью автономное, постоянное искусственное сердце для имплантаций. Искусственное сердце предназначено для пациентов, у которых невозможно лечение собственного сердца или имплантация донорского. Бионика. Созданы биомеханические устройства и протезы, контролируемые усилием мысли. В 2013 году появились первые опытные образцы умных протезов с обратной связью, эмуляции осязательных ощущений, которые позволяют человеку чувствовать то, что ощущает протез. В 2010-х годах созданы и отдельные от человека устройства, управляемые только через мысленный интерфейс, иногда с инвазивными контактами, но чаще это похоже на головной обруч с сухим электродом. Компьютерные игры и тренажеры, манипуляторы, транспорт и прочее. Электроника. Перейден петофлопсный барьер. В 2008 году новый суперкомпьютер в США заработал со скоростью более квадриллиона, тысячи триллионов, операций в секунду. Следующий барьер, эксофлопсный, вентиллион операций в секунду, будет достигнут в ближайшие годы. Системы с такой невероятной скоростью необходимы в первую очередь для высокопроизводительных вычислений, обработки данных научных экспериментов, климатического моделирования, финансовых операций и так далее.